всем привет я честно говоря не ожидал что мой ролик аварийной ситуации вызовет такой интерес много появилось у меня сообщение от разных авторов и вот в частности исмаил махмудов написал довольно таки интересную вещичку значит что в линукс можно отделить или нужно отделить раздел home в отдельный раздел то есть там где везда там система а она где везда 2 домашний раздел ну в принципе мысли здравая он и пишет что если у вас летит система или что-то еще просто восстанавливайте при помощи образовательный бак или же значит переустановить раздел home значит сказано как-то в общем виде на вот еще значит есть хороший опытный пользователь александр ну тут он просто напросто пишет что даже винтовый юзер который не раз пристанавливал операционную систему должен знать что нужно скопировать свои важные данные абсолютно согласен и вот такая вот штучка у него значит эх бывает хочется плюнуть и понадеяться на такую прошу как систем бак александр понимаете ну арч очень хорошая система я ничего против не имею но не нужно подходить к линукс мент ценамону вот с такой позиции что там полным полно багов что эта система ненадежно нестабильный так далее поверьте у меня достаточно опыта чтобы судить о разных системах там я их около пару сотен перепробовал и устанавливал и на жесткий диск и на коробочку виртуальную линукс мент система надежная значит ну вот и смыл опять пишет значит сломалось что-то можно починить и смыл понимаете но не каждый это может сделать вот в чем проблема вот у меня постоянный как говорится пользователь который смотрит там мои ролики андреев чаров из украины очень толковый такой человек тоже пишет значит свой вариант решения проблемы значит вот теперь значит я всем вам хочу предложить как говорится довольно таки интересный эксперимент как бы я эту проблему решал или решаю то есть вот понимаете вот людей много у каждого свои мозги у вас свои мозги у меня свои мозги а вот поглядите-ка вот сюда на когда мы открываем программу system bug ну у меня здесь создана точка отката если я значит попытаюсь создать ее где-нибудь в другом месте да я ничего здесь не увижу видите да теперь пойдем так значит я создал специальный раздел линукс дата с расширением extension 3 значит вот он там где-то около 70 гигабайт у меня он 75 гигабайт да создать вот такую вот штучку вот видите раздел линукс дата нажимаю на окей то есть я сейчас создаю точку отката но где я создаю ее я могу ее создать или на любом разделе жесткого диска отличном от моей операционной системы или могу сделать ее и на внешнем жестком диске вот нажимаю создать новую пошла как говорится свистопляска ну по опыту я вам скажу что первая копия создается обычно там минут 8-10 вот я напишу тут 15-48 и когда все это дело закончится мы снова вернемся к записи итак создание значит закончилось заняло это ну как я говорил 10 минут то есть запомните создание первой копии оно отнимает больше времени теперь к примеру вот там что-то там делали там делали какие-то там изменения и вот я возьму с другого раздела жесткого диска и скопирую такую небольшую папочку сюда это wallpapers обои ну вон 340 мегабайт но для нашего обучающего видео это как говорится вполне достаточно значит причем при создании откатных копий вот я вас прошу программы которые вот в виртуальной коробочке хранятся ну вот у меня видите здесь ничего а если вы туда чего-то там устанавливали то у вас там будет и 5 и 10 и 20 гигабайт поэтому просто напросто значит их не включайте просто перед созданием резервной копии возьмите в самой виртуальной коробочке там есть такая опция значит ну вот у меня тут ничего нет а тут нажмете по вашей там это самое то что вы туда ставили удалить вместе с файлами удалить и все будет нормально то есть все таки будьте экономными ну вот смотрите мы сделали некоторые изменения сделали значит мы некоторые изменения и я допустим опять пишу здесь название создать новую причем видите у меня активирован раздел linux data и плюс еще дата у меня тут тоже есть если он у вас не будет активирован то ничего у вас не получится вот смотрите пишу отсоединить сразу ку-ку и для этого значит снова придется мне вот идти сюда linux data его активировать вот он здесь появился и здесь он появился а вот теперь смотрите значит создаем как бы инкрементную копию как раз шестнадцать ноль ноль нормальная цифра вот поглядим сюда сколько у нас это времени займет здесь время значит создание инкрементной копии бывает гораздо короче там одну две минуты то есть первая копия самая большая а последующие создаются за гораздо более короткий промежуток времени а дальше мы сделаем абсолютно жестокий эксперимент суть его заключается в чем что я значит у меня есть раздел жесткого диска на котором у меня было записано linux mint английская я его удалю и на него установлю вообще чистую английскую linux mint ну вот видите тут вообще тут пару минут заняло создание этой копии вот значит я вообще на этом разделе вот систем баг у нас здесь вот эти инкрементные там копии и так далее значит я поставлю чистую официальную английскую сборку на ней поставлю только программу для записи с экрана чтобы вы видели что я делаю и программу систем баг и на нее попробую восстановить все свои данные вот с отдельного раздела жесткого диска отформатированного на формате там extension 3 или 4 на windows разделах у вас этот вариант не прокатит вот и попробую значит посмотреть восстановит ли он все настройки или нет и тогда значит тут будет получаться довольно таки любопытный наш диалог в отношении того что вот создавать там типа отдельный раздел и так далее то есть в данном видео я не говорю о создании изообраза вы изообраз можете сделать там ничего на него никакие чтоб пароли не входили ничего все поубирать просто чтобы был как бы загрузочный с него взяли и записали скажем так образ там mint или там или ценамон там или xface или made вот а затем при помощи программы систембак вот как раз наша и задача посмотреть будет оно работать или нет и тогда все вот эти вот ваши комментарии и вопросы они в основном будут скажем так решены поэтому чем сейчас займемся значит я сейчас буду заниматься вот чем вот смотрите не то нажал вот вот я беру раздел жесткого диска на котором мне написано минт английский вот 50 гигабайт там он записан все 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 на нем есть вот я его беру и форматирую то есть вот можете смотреть вот у меня часы здесь дата это то есть тут никаких ни подтасовок ничего вот я его взял отформатировал все как говорится раздел улетел значит ну у меня был это самое минт английский вот здесь сейчас я создам новую значит меточку ну напишем эксперимент так эксперимент вот видите 50 гигабайт практически там копеечки там остались от чего-то но дело не в этом значит вот я вставляю флешечку нажимаю на ее формат форматирую 4 гигабайтная флешка самая обычная вот я ее отформатировал и теперь я помню что у меня на вот в этом разделе на диске D у меня есть там специальная такая директория изо изо линукс вот официальные образы линукс минта вот я беру цинамончик и создание загрузочного носителя вот на этой флешке видите 4 гигабайта записать записать заражен пароль пользователя то есть всю саму процедуру которую я уже тысячу раз там в самых разных роликах своих я показывал как флешки ставить на раздел жесткого диска я уже вам описывать не буду заскочу на значит раздел эксперимент куда запишу эту флешку включу программу для записи при вас поставим тут же программу system bug и затем при помощи этой программы system bug мы попробуем восстановиться до своих исходных скажем так настроек как я полагаю что все эти разговоры на создание вторых разделов home и так далее просто напросто отпадут то есть программа system bug она уникальная я еще раз это подчеркиваю со временем когда будете дольше линуксом заниматься у вас появится хороший вкус на программы я почему говорю почему там на манджаре не работаете а почему на арчи ведь хорошая система я и не спорю великолепные а вот нет на них программы system bug ну и все для меня это уже то есть я ориентируюсь не на операционные системы а на программы которые есть для меня в данном случае программа system bug является определяющей вот великолепная программа которая позволяет и хранить ваши так сказать данные надежно и создавать образы настроенной системы и эти образы как говорится раздавать пользователям ведь вы у меня с моих кладовочек можете скачать любую мою сборку и made и x-face и cinamon проверить ее на виртуальной коробочке записать ее по тем же моим видео урокам на флешку работать на флешке понравиться с флешки записать на любой раздел жесткого диска на любом компьютере вот и все а по надежности я собственно говоря не вижу никаких нареканий по надежности работы минта и даже вот в таких вот критических ситуациях вот я вам сейчас показываю вариант которым значит можно смело пользоваться почему даже если у вас по каким-то причинам полетит раздел на котором был установлен минт с вашими важными данными у вас на другом разделе жесткого диска сохранилась копия созданной программой систембак со всеми вашими паролями со всеми вашими настройками чтобы каждый раз не заводить эти пароли там и лихорадочные где-то искать а все уже как оно было вот на момент создания когда все было в рабочем состоянии ну ладно значит образ успешно записан что я сейчас делаю значит просто напросто я сейчас перезагружусь и запишу чистый как говорится официальный образ linux mint на раздел эксперимент ну не удержался я покажу процесс установки официальной сборки linux mint вот нажимаем на установку install linux mint я специально буду ставить ее на английском посмотрим что произойдет когда мы восстановим все свои данные спрашивает отмонтировать ли разделы которые используются да пусть отмонтирует потому что я заходил на раздел и брал оттуда команды чтобы установить simple screen recorder программу для записи с экрана ну посмотрим удастся ему отмонтировать или нет да и вот здесь я выбираю something else что то еще и у нас есть раздел помеченный как экспериментальный давайте давайте его поищем что то я не вижу чтобы нам было написано эксперимент ну вот казалось бы вот такая вот незадачка на каком на какой раздел устанавливать у нас он был 50 гигабайт значит или этот а вот где меньше всего использовано это вот на этом разделе то есть тот который мы отформатировали и который у нас не целованный да скорее всего вот этот раздел потому что все остальные они занимают гораздо большие размеры шестерка семерка можем еще попробовать перепровериться вот так ну вот она красавица джи партия попробуем здесь уточнить на какой раздел ставить на шестой раздел жесткого диска вот и все абсолютно правильно мы его угадали так change extension 3 форматировать и сделать у нее точку монтировки итак 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 вот она отмечена что форматировать и я буду устанавливать на нее чистый linux mint cinnamone английский тут возникали несколько окошечек с сообщениями потому что не было отмонтирован раздел д в конце концов его отмонтировал и все нормально ставим продолжить продолжить но здесь вы уже знаете во всех своих сборках я ставлю имя пользователя юзер и пароль юзер чтобы людям было удобно потом они всегда смогут поменять себе пароль сделать его хоть километр длиной какая разница нажимаю продолжить и процесс пошел на этом я пока прервусь и когда закончится установка продолжим дальше итак долго или коротко процесс записи значит закончился теперь я значит перезагружусь и после перезагрузки уже будем смотреть с жесткого диска и пробовать восстановиться как я и говорил жалко я пропустил часть ролика не сохранил но тем не менее вот я когда заскочил на раздел экспериментальный то что я сделал я значит нажал на эту кнопочку и нажал на system restore нажал на next и он у меня значит из английской чисто официальной сборки минта восстановился вот до этой сборки которую вы сейчас видите так что все оно работает итак что мы видим установленный английский минт на который мы поставили только запись запись экрана и программу system bug из другого раздела жесткого диска все практически мои программы и настройки сейчас проверим и причем появилось приветствие на русском языке привет вместо английского там звоночка то есть ну практически вроде бы как все нормально работает но проверяем сейчас вот я хочу запустить программку вишенку здесь мы значит пойдем все это дело открывается нормально восстановим google chrome там все свои вкладочки пойдет в комментарии пойдем в комментарии всем привет всем привет всем привет в мурики там на максимальное Итак, вернемся к комментариям Как видите, господа Решение проблемы может быть Самым разным В принципе Допустим, вы в Винде работаете Вы создаете отдельный раздел жесткого диска Так называемую кладовочку Или диск с данными Где храните копии Акрониса С Винды То же самое Мы сделали раздел Линукса Вот этот разделчик Значит, линукс дата Вот он, размер его 75 гигабайт И значит 7,8 гигабайта Ну, грубо говоря, 8 гигабайт Заняла полностью, так сказать, настроенная копия русская мента Ну, скажем так Очень немногим отличается от Акрониса Но, может быть, более покомпактнее Но Если на ISO образ При помощи программы SystemBug Мы в основном записывали в основном систему И исключали из нее Все, так сказать Самое такое Там, типа Загрузки Там Видео Картинки Ну, объемные такие вот материалы А то здесь это можно Как говорится Спокойно все сохранять Ну, естественно Не увлекайтесь Не старайтесь делать Там Эти образы Там по 20 гигабайт Или там По 100 гигабайт Влечено Время будет Ну, а то, что необходимо Со всеми настройками Вот оно у вас все Все ваши настройки Все ваши пароли Все оно хранится Вот Беспроблемно Вот смотрите Вот Я частенько, значит Сотрудничаю С ребятами из Украины Значит Андрей Эвчар Значит Сделал хорошую группу Вот Вот Смотрите Мне не надо там заводить Там ни пароли Ничего Все на месте Поэтому, значит Вот здесь Я просто показал вам Свой путь Решения Этой проблемы И Теперь, значит Уже Вот Я думаю, что Ну Многим надо будет Как-то Ну уже Попроще С этим делом Обращаться Потому что Ну что Ну Ну работает Все Нормально Вот И Я Даже не знаю Что еще Как говорится Вам сказать Ну вот Александру Еще раз Отвечу Понадеется На такую Прошу Как Систембак Ну Надейтесь Вот смотрите Как она работает И Изо Образы Создает И Как Акронис Создает Их На другом Разделе Жесткого Диска Откуда Со всеми Настройками Совсем То есть Вы видите Я Ставил Даже На раздел Эксперимент Не свою Сборку А я Поставил Чистую Сборку От Линукс Минс Без всяких Моих настроек На нее Поставил Только Программу Систембак Через нее Раскочил Значит На другой Раздел Жесткого Диска И Установился И вот Они Все Мои Настройки Так что Ну Как говорится Понимаете Вот Надеяться Все это Да просто Берите И проверяйте А Линукс Минс Мон Система Очень Надежная Я говорю Что у меня Она там Работает Там И днями И Неделями Как говорится И Беспроблемно Поэтому Значит Вот Я Наверное Скорее всего Назову Ролик Аварийной Ситуации Значит Там Номер Два Или еще Как-то Но Опять-таки Жду Очень Ваших Отзывов Потому Что Вы Выдавали Значит Свои Варианты Решения Вот Я Вам Через Тот же Систем Баг Привел Еще Один Вариант Решения Не Знаю Нравится Вам Или Нет Ну Многим Пользователям Я считаю Что Он Понравится Потому Что Что Ну Человек Установил Там Или Мою Сборку Или Официальную Ручками Там Настроил Ее Под Себя А Затем Взял И Делов То Всего Лишь Сохранил На Другом Разделе Жесткого Диска Вот И Все И Вот Видите Чтобы Восстановиться Вот У меня В красный Цвет Прокрашено Почему Потому Что Диск Linux Data Не Подключен Вот Если Я Сейчас Его Подключу Linux Data Вот То Это Красненькое Окошечко У меня Уже Как Горис И И И И И И Причем Помните Что Во Видите Ну Все Он Нормальный И Корректно Работает Вот Поэтому Значит Вот Я Еще раз Всем Рекомендую Программу System Bug Потому Что Она Действительно Делает Систему Цинамон Да И Тоже X-Face Мэйд Делает Очень Надежной И Устойчивой То Есть Вам Не Нужно Уже Каждый Раз Там Возиться С Этими Настройками Там Программу Там Устанавливать Там Переустанавливать Вы Даже С Чистой Официальной Сборки Заскочили На Нее Только Поставили На Программу System Bug И Через Нее Восстановились Все И У Все Как Греться То Что Вы Как Греться Настраивали Ради Бога Нет Проблем У Кого Покажет Значит В синаптике Что У вас Установлено Значит Каспер Там 1.340.2 Ну Зайдите Ко мне На Любую Из Моих Кладовочек На Любую Вот Можете На Яндекс Зайти Значит Вот Зайдете Сюда И Вот Каспер И Для 32 Битных Машин И Для 64 Битных Вот Файлик Свеженький Команды Видео Вот Поэтому Значит Как Видите Пути Решения Проблем Бывают Самыми Разными Но Я вам Как говорится Благодарен За что За то Что Вы Заставили Мне Снова К этой Теме Возвратиться Потому Что Она Довольно Таки Актуальная Довольно Таки Актуальная Вот Так Что Желаю Всем Всяческих Там Успехов Удач Ну И Как говорится Даю Людям Вот Свой Опыт Потому Что Думаю Что Многим Пользователям Это Дело Пригодится И Думаю Что С пользой Пригодится Так Что Смотрите Решайте Там Сами Как Что Ну Ладно Всем Удачи Всем Привет Всем Удачи